Арман Царукьян против Чарза Оливейры. Это одно из украшений юбилейного турнира UFC 300. Мы очень будем ждать этого поединка, будем сегодня его разбирать. Но перед началом, как всегда, напоминаю ребятки, что Фонбет, самый надежный БК, дает потрясающий бонус. 17 штук. Чтобы их забрать, необходимо перейти по ссылочке, которая есть в описании и в закрепленном комментарии. Соответственно, зарегистрироваться. Регистрация там элементарная. Номер телефона, пароль, почта. Соответственно, после этого пополнить баланс на 1000 рублей. Два косаря вам приходят сразу же в течение нескольких секунд. И также рандомно раскидают еще по 15 штук. Если вам этот бонус нужен, то, как говорится, забирайте. В общем, сегодня я решил разобрать этот поединок, потому что пока что на данный момент у нас каких-то интересных громких боев нет. Я прекрасно понимаю, возможно, ваше негодование. Но действительно бой интересен. Бой, которого ждут, я думаю, многие фанаты смешанных ядоборств. Поэтому сегодня мы его разберем и о нем поговорим. В общем, начнем мы с Армана Царукьяна. Это боец, за плечами которого серьезный любительский бэкграунд. Он становился чемпионом России по, соответственно, грэплингу. Причем трехкратный чем. Да, мастер спорта по ММА, мастер спорта по вольной борьбе. До того момента, как попасть в организацию UFC, его профессиональный рекорд был 13-1. То есть, действительно, он показывал хорошие результаты. Его подписывают в UFC сразу же в дебюте. Ему дают возможность подраться против Ислама Махачева, которому он проигрывает по решению судей. Но, в принципе, стоит подчеркнуть, да, действительно, что поединок получился, ну, скажем так, не в одну калитку. Царукьян продемонстрировал хорошие навыки для дебютанта против такого уровня бойца. После этого встретился против Обина Мерсье. Одержал победу. Дальше прошел Рамоса, прошел Фреволу. Досрочно прошел Гиагаса, финишировал Альвареса. И после этого вышел на пятираундовый поединок против Гомрота, которому проиграл по решению судей. Действительно, поединок получился конкурентный, близкий. Но судьи посчитали, что Гомрот выглядел лучше. После этого Царукьян встречается против Исмогулова, одерживает победу. Дальше проходит Сильву, дебютанта, но очень крепкого, как оказалось. Причем делает это досрочно в третьем раунде. И в своем крайнем поединке отправляет в серьезный нокаут Бинелла Дариуша, одного из топовых спортсменов. Завсегдатого, я бы, наверное, даже сказал топа. И таким образом выбивает себе место, продвигает, точнее, в топах дальше. Что касается бойцовских качеств Царукьяна. Здесь стоит подчеркнуть, что это разносторонний, сбалансированный боец, который отлично борется, отлично переводит в партер, отлично контролирует по возможности, подключает Гранден Паунд. Если же Гранден Паунд наносит урон, но не дает финишировать Царукьяну своих оппонентов, то может попробовать, в принципе, их задосрочить каким-нибудь сабом. Что касается ударной техники, видно, что он развивается в этом аспекте. Он так нехило в нем поднабрал, нокаутирующая мощь есть, серийная комбинационная работа присутствует. Что касается его кардио, то, в принципе, мы видели, что в трехраундовых боях, да, поединках он, в принципе, чувствует себя комфортно. Таким образом, переходим мы к его оппоненту, это Чарльз Оливейро. Действительно, этот боец не может вызывать, наверное, какой-то негатив, потому что максимально уважительно относится ко всем своим оппонентам, показывает крутейшие поединки, никогда не выходит, скажем так, отбывать номер и всегда дерется до конца. Это, в принципе, доказывает его бои. В общем, из бэкграунда необходимо отметить, что частенько он выступал на различных турнирах по джиу-джитсу, кстати, у него черный пояс, третий дан в этой дисциплине. До того, как прийти в UFC, его рекорд был 13-0, непобежденный в 2010 году, то есть уже на протяжении 14 лет он выступает в самой лучшей, самой сильной лиге мира. Соответственно, дебютировал в UFC против Элкинса, там одержал победу, причем досрочно, после этого проиграл Миллеру, проиграл Кабу Свонсону, проиграл Максу Холлоуэй, Петису проиграл, Фелдеру проиграл, но потом начал потихонечку набирать обороты, да, там, начал, соответственно, проходить своих оппонентов, реваншировал поражение от Миллера, потом прошел Гордона, встретился против Кевина, ли досрочно одержал победу, после этого по решению судья одолел Тони Фергюсона, дальше вышел, соответственно, за чемпионский пояс в поединке, в 5-раундовом бою против Чендлера, был потрясен в первом раунде, проиграл, как я считаю, в пух и прах первый раунд, но смог реабилитироваться, во втором раунде уже сам нокаутировал Чендлера, таким образом стал чемпионом. Провел одну успешную защиту чемпионского пояса против Дастина Парье, выиграв того досрочно в третьем раунде, удушающим приемом, соответственно, со спины, после этого не смог согнать, там, какие-то 200-300 грамм в поединке против Гейджи, был лишен чемпионского пояса, но все равно Гейджи смог финишировать, я одержал победу. Дальше встретился против Ислама Махачева, проиграл ему в пух и прах, причем досрочно, удушающим приемом, и свой крайний поединок, как и Арман Царукьян, провел против Дариуша, которого также финишировал нокаутом. То есть, в принципе, можно сказать, что у этих бойцов есть общие моменты, да, один дебютировал в UFC с рекордом 13-1, этот Царукьян, Оливейро дебютировал 13-0, и оба в крайних боях прошли Дариуша, оба проиграли Исламу, только один проиграл по решению судей, другой досрочно. То есть, матчмейкеры и UFC действительно работают на очень высоком уровне. Что касается бойцовских качеств Оливейро, мы все прекрасно знаем, да, что это хороший джитсер, что если возможность предоставляется, да, там, кого-то задушите своих оппонентов, он обязательно этой возможностью воспользуется, но свою борьбу и свой грэплинг, джитсу, он использует в основном только тогда, когда он потрясен, да, то есть, по факту он не является, скажем так, борцом, да, который будет стараться перевести своих оппонентов в партер, нет, он в основном разбирается с ними в стоечке. Что касается его стойки, комбинационная работа присутствует, нокаутирующая мощь у него также имеется, да, но есть определенные моменты, о которых я поговорю уже непосредственно в самом прогнозе. Что касается функционала Оливейро, мы с вами видели, парень прекрасно дышит, в плане кардио вопросов, я думаю, здесь никаких быть не должно. Таким образом, мы переходим к прогнозу на этот поединок по коэффициентам, по западным конторам, я видел, что Царукян идет фаворитом примерно там за 1,6, за 1,7, Оливейро идет андердогом там 2,10, 2,20. То есть, по факту, когда наши конторы выставят эти коэффициенты, выставят, да, тогда мы уже сможем конкретно говорить. Но все равно Царукян будет, я считаю, фаворитом в этом поединке. Да, кстати, друзья, чуть не забыл, если вам интересны ставочки, то вы можете подписаться на мой телеграм-канал, я туда публикую скриншотики со ставками, ссылка будет в описании и также в закрепленном комментарии. В общем, по факту, что здесь стоит отметить? Пробежимся, как всегда, по ключевым аспектам. Это ударная техника, борьба, кардио и оппозиция. В плане оппозиции, по именам, конечно же, Оливейро выглядит здесь фаворитом, потому что выиграть у Чендлера, у Парье, у Гейджа, ну, то есть, это ребята все такие там а-ля топ-5 уровня. Если мы посмотрим на оппозицию Царукяна, то это только Дариуш, которого он выиграл, ну, я имею в виду из тех бойцов, да, всех, кого он выиграл до этого, это бойцы, которые там кое-как маломайские в топ-10 даже входили. Но, опять же, я не думаю, что этот аспект будет играть здесь ключевую роль, поэтому пусть Оливейро будет фаворитом в этом аспекте, да, но, опять же, где-то в голове я бы поставил 50 на 50. Что касается функционала, то есть здесь, наверное, я поставлю 50 на 50, оба хорошо дышат, поэтому сказать, что там сидеть вот эти вот какие-то частички маленькие, разбирать и пытаться найти, кто там лучше дышит в третьем раунде, там, и так далее, ну, я считаю, что это бред, оба дышат хорошо, поэтому, в принципе, здесь 50 на 50. Что касается борьбы, то здесь фаворит для меня Циро Кян, потому что я еще раз повторюсь, он отлично переводит своих оппонентов, он их отлично контролирует, чувствует себя максимально комфортно в партере, но необходимо понимать, что у Оливейро черный пояс. Третий дан по бразильскому джиу-джитсу, и для джитсеров положение снизу, это положение атакующее, то есть, в принципе, Оливейро может быть что-то и придумает, но при всем при этом, у Циро Кяна, повторюсь еще раз, он максимально комфортно чувствует себя в партере, если его пытаются там на него накинуть какой-то сап, он максимально быстро, скажем так, понимает, что ему грозит опасность, либо он выходит с этой опасности, то есть встает в стойку, либо просто пытается нейтрализовать уже непосредственно в самом партере. Поэтому, с точки зрения борьбы, тейкдаунов, переводов, я считаю, что Циро Кян фаворит, в джитсу, наверное, фаворит небольшой будет Оливейро, но по факту я бы здесь поставил 55 на 45 в пользу Циро Кяна. Что касается ударной техники, то опять же, давайте посмотрим, как работают бойцы. Если мы возьмем Оливейро, то зачастую Оливейро работает в стойке. Да, у него отличный кикбоксинг, повторюсь еще раз, у него есть нокаутирующая мощь, серийная комбинационная работа, но она работает зачастую на средней дистанции. То есть, Оливейро постоянно ищет среднюю дистанцию. На дальней дистанции он чувствует себя некомфортно, на ближней так себе, средняя дистанция это его дистанция, где, в принципе, он комфортно себя чувствует, где он может и потрясти своих оппонентов, и просто нанести им какой-то урон. Если мы посмотрим на Циро Кяна, то у него, наверное, больше такая боксерская работа. То есть, он разорвал дистанцию, потом ворвался в нужную для него, комфортную для него. То есть, в принципе, из тех боев, которые я видел, Циро Кяна работает комфортно и на дальней, и на средней дистанции. Также чувствует себя уверенно на ближней дистанции. Поэтому, с учетом этого, Циро Кяна прывается в комфортную для себя дистанцию, наносит какую-то серию и опять разрывает дистанцию. И так постоянно. Ушел, ударил, ушел, ударил. То есть, в принципе, это работа, которая некомфортна для Оливейра. Оливейра это чувак, который, ну, типа, давай порубимся, давай встанем и по олдскульному, в принципе, выясним, кто из нас сильнее. Циро Кяна так не работает, и это, в принципе, я считаю, что для Армана это большой плюс. И, опять же, Арман сейчас будет максимально заряжен на то, чтобы продемонстрировать всю красоту, все свои навыки смешанных боевых единоборств в этом поединке, для того, чтобы выиграть этот бой. Кстати, Topology пишет, что это будет трехраундовый поединок. То есть, если мы посмотрим, опять же, смотреть, если на кардио, если там переживать, что кто-то из них устанет из бойцов, я думаю, что вряд ли три раунда. Это комфортная дистанция. Циро Кян чувствовал какой-то дискомфорт, например, с Гомро, там, да, там, под конец четвертого, там, в пятом раунде, да, такое было, но здесь, если все-таки, как пишет Topology, это будет трехраундовый поединок, то я думаю, что проблем по бензобаку быть не должно. Поэтому я считаю, что, насколько я действительно обожаю Оливейру, мне нравится этот чел, я частенько за него притапливал душой, сердцем и ставочками тоже за него газовали. Но я считаю, что Циро Кян молодой, голодный, это будет очень крутой поединок, как минимум, да, и в случае победы Циро Кяна он становится претендентом на чемпионский пояс. То есть, соответственно, с кем он встретится? Правильно, встретится он с Исламом Махачевым, и я думаю, что UFC интересен был бы этот реванш. Поэтому мой выбор в этом поединке это победа Армана Циро Кяна за счет скорости, за счет мобильности, за счет передвижения, за счет вот этих вот латеральных движений, так называемых, да, то есть, вправо-влево, вперед-назад, вот этой постоянной раскачки, постоянной суеты, в которой Циро Кян выглядит фаворитом. Ну и плюс, еще раз подчеркну, да, хорошие тейкдауны, хороший контроль в партере, но опять же, необходимо понимать, что черный пояс, третий дан, просто так не дается. И это не какой-то подарочный пояс, да, Оливейро действительно его заслужил, выступая на чемпионатах Бразилии, на Кубке мира по бразильскому джиу-джитсу, на чемпионате мира по джицу. То есть, действительно, бэкграунд у него очень серьезный, очень высокий и очень опасный. Но я считаю, что те навыки, которые есть у Циро Кяна, их должно хватить, и тот бойцовский IQ, который у него есть, ему всего этого должно хватить, для того, чтобы нейтрализовать сильные стороны Оливейро и, соответственно, выйти победителем из этой пары. Поэтому мой выбор, это победа Армана Циро Кяна. Теперь, друзья, интересно послушать, что вы думаете по поводу этого поединка, все свои мысли и прогнозы в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, также прямо сейчас прожмите, соответственно, лайк под этим рукам, для меня это приятно, для вас это всего лишь одна секунда. Ну, а я вынужден с вами попрощаться, друзья. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока и до скорого.